МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы уверенно можем сказать, что, несмотря на различия религиозные, татары по менталитету, по крайней мере, городские татары, очень близкие русским. Я бы даже сказал, что они ближе, чем украинцы и белорусы. Мы настолько хорошо знаем и понимаем менталитет наших соседей русских, что, в принципе, нет необходимости объяснять какие-то смыслы, подтексты. Поскольку учились на тех же самых книгах, в тех же самых школах, по тем же самым программам, и, в принципе, у нас имеется общий вот этот опыт исторический, совместный опыт. Но все-таки у татар есть свои особенности. Они всегда были. Это национальные, культурные, религиозные, которые не всегда учитывались со стороны наших русских соседей. В первую очередь, это религия, культура и язык. Если вот эти три вещи не трогать, то татары всегда будут самыми лучшими соседями, друзьями, коллегами русского народа, русских. Но если вот вмешиваться в эти сферы, тогда начинаются конфликты. И вот непонимание со стороны русского государства, со стороны русского населения, вот этих вещей, оно началось уже тоже давно. Ну, возможно, вот с периода 16 века, с 1552 года, когда было завоевано Казанское ханство, когда начались притеснения на религиозной почве, когда татары были выгодны из городов, переселены в глушь, начались разрушения мечетей, насильственная христинизация политика. Например, есть такая татарская поговорка, очень известная, «Урос Дустенбусен, Белинда Балтанбусен». То есть пусть русские будут вашими друзьями, но все-таки на всякий случай у вас пусть за поясом висит топор. Притеснения, которые начались после завоевания Казанского ханства, политика насильственной христинизации, конечно же, не способствовала улучшению отношений между русскими татарами. В 1788 году было открыто Оренбургское Магометанское духовное собрание, то есть был открыт муфтиет. Татарам позволили исповедовать уже официально свою религию, ислам. Разные периоды были, потом снова усиление политики христинизации насильственной, которая длилась вплоть до начала XX века. Но все равно уже процесс, определенные положительные шаги были сделаны. И на протяжении 18-19 веков шло как бы знакомство или притирка уже татар к новому государству, попытки встроиться в эту систему нового государства. Татары стали в определенном смысле неофициально дипломатами русского государства на Ближнем Востоке и так далее. То есть они уже легализовали себя, показали себя с лучшей стороны. И где-то с конца XVIII, с начала XIX века уже меняется и отношение русского государства по отношению татар, меняется риторика, она становится уже более положительной. Появляются уже в XIX веке первые татарские интеллектуалы, которые стали встраиваться в систему русского государства, систему высшего образования. Появились чиновники, военные, преподаватели вузов из татар. Несмотря на то, что уже в 1883 году начала выходить в Крыму газета «Тарджиман», в Баку газеты «Каспий», казанским татарам не давали возможности, не давали разрешения. И только после 1905 года. И вот после того, как появился эта пресса, речь идет о десятках газет и журналов, которые выходили в самых различных городах Российской империи. Началось обсуждение и дискуссии. И вот тогда, наверное, начался рост определенного национального самосознания. И вообще татары стали задумываться о том, кто они по национальности. Потому что вообще сам термин «татары» этноним, он не использовался вплоть до начала XX века. Казанские татары называли себя «казанские мусульмане» или «казанские тюрки». И слово «татары» считалось оскорбительным. Татары стали участвовать, стали активными членами тех политических партий, которые появились в Российской империи в то время. Стали избираться в Государственную Думу. В Государственной Думе образовалась своя мусульманская фракция, которая в основном стояла из казанских татар. То есть это был очень такой мощный поворотный момент. И вот Октябрьская революция 1917 года была воспринята татарами как продолжение вот этих дискуссий. Они очень надеялись на то, что и они поверили этим лозунгам о том, что большевики дадут им свободу. То есть к 1917 году в результате всех этих дискуссий татары были беременны идеей о том, что у них должна быть свое независимое государство или какое-то национальное образование. И как раз большевики пообещали вот это национальное государство независимое. И татары поверили. И большая часть татар перешла на сторону большевиков, поддержала их идеи. Ну, была создана Татарская автономная республика. Это сначала, конечно, были идеи создания татар в Башкирской республике. Но вот хотя бы в таком усеченном виде это было государство первое после Казанского ханства, государственное образование, которое заимели татары. И, в принципе, оно удовлетворяло потребности татар, поскольку все там было на татарском языке, и государственная документация, и преподавание татарского языка. Все продолжалось так, как хотели казанские татары. Ну, и в отношении религии тоже не было абсолютно никаких репрессий. Это духовное управление, Оренбургское Магометанское собрание, которое было создано в 1788 году, оно продолжало действовать. В 1917 году оно было переименовано Центральное духовное управление мусульман внутренней России и Сибири. И государство никак не выступало против, наоборот, поддерживало даже. Ну, это вплоть до, наверное, середины 20-х годов, когда начался вообще этот вал репрессий и в отношении мусульман тоже. Татарская культура очень сильно пострадала от сталинских репрессий, так же, как и другие культуры и другие народы. Определенные шаги к возрождению религии начались, как и во всем Советском Союзе в период Великой Отечественной войны, конкретно в 1944 году, когда были созданы четыре муфтията, в том числе и Центральное духовное управление мусульман европейской части Советского Союза и Сибири. После окончания войны, вплоть до начала 90-х годов, ситуация кардинальным образом не менялась. В Казани оставалась одна единственная мечеть, мечеть Маржани. Система образования не была никакой, за исключением тех учебных заведений, которые оставались в Бухарии, в Узбекистане. Существовал Совет по делам религии, уполномоченные, которые контролировали, но сильно не контролировали, потому что считалось, что религия — это удел пожилых людей, а если там 10-15 человек, каких-то татариков, пенсионеров ходят в мечеть, то и в этом ничего нет страшного. В 90-м году Татарстан объявил о своем суверенитете. Конечно, это произошло не одномоментно. В конце 80-х годов началась опять эта дискуссия, точнее сказать, она возродилась. И здесь мы видим возврат тех событий после того, как в 1905 году были даны свободы слова, информации и так далее. То же самое произошло и в конце 80-х годов, когда появилась уже по-настоящему независимая татарская пресса. То есть пресса была та же самая советская, но она стала поднимать очень много проблем, так же, как поднимали эти проблемы как татарские газеты в начале 20-го века. Основной все-таки вопрос там был какой? Почему татарская автономная СССР, а СССР находится в таком плохом экономическом состоянии? Мы все направляем, отдаем Москве. У нас полностью разрушена природа. У нас очень серьезная экологическая ситуация. Много проблем в нефтеносных районах Татарстана. У нас богатая на самом деле республика. Почему мы не второй Кувейт? Сравнили еще с другими советскими республиками. Вот в Ташкенте, как в Киеве, как в Баку, как там хорошее снабжение, там транспортная система, магазины полные товаров. У нас на самом деле, и я тоже помню это время, полки магазинов были пустые, и чтобы купить какие-то продукты, нужно было ездить в Москву. И жители Казани, Татарстана постоянно вот курсировали, как челноки между Казани и Москвой. И вот этот поезд Татарстана, даже шутка называли, что такое вот длинное зеленое и пахнет колбасой, да? А это поезд Татарстан. Была введена, в отличие от других регионов Советского Союза, талонная система, распорядительная система. Масло и мясо нельзя было купить просто так в магазине. Нужно было получить свою часть, только вот свой паек по тем талонам, там 200-300 грамм масла или там 300-400 грамм мяса. Это было очень обидно, конечно. У всех было это единое мнение. Надо получать, добиваться статуса Союзной Республики. Тогда жизнь станет лучше. Начиная с 90-го года, примерно до 2000-х годов, до начала 2000-х годов, когда президентом стал Владимир Путин, Татарстан фактически находился в свободном плавании. Митимир Шамиев, президент Татарстана, он совершал визиты фактически как представитель независимого государства. Вот этот период, это десятилетие, также можно назвать ростом национального самосознания. Появилось большое количество татарской прессы, стали сниматься татарские фильмы, телевидение татарское стало развиваться, заговорили о переходе татарского языка на латиницу. И такое решение было принято в 1999 году, которое было отменено Государственной Думой в 2002 году. И вот сейчас уже риторика руководителя Татарстана сменилась. Сейчас все чиновники говорят у нас в Российской Федерации, тогда говорили у нас в Татарстане. Все стало меняться вот в начале 2000-х годов, когда начался процесс усиления вертикали власти, проведения законов регионов в соответствии с федеральными законами. Ну и проблемы с религией тоже, они начались вот в конце 90-х годов. Это все началось вот после вот этих событий в Дагестане и в Чечне в конце 90-х годов, когда государство уже непосредственно занялось этим процессом, контролем этого процесса. Когда был создан объединительный съезд мусульман Татарстана и было создано единое духовное управление. Мусульман Татарстана. В 98-м году государство непосредственно стало непосредственно участником вот этих процессов религиозных, стало активно его контролировать. До 2017-2018 годов татарский язык являлся обязательным для всех, для всего населения, для всех учеников средних образовательных школ. Это где-то 5 уроков в неделю. То есть в этот период было воспитано поколение, которое мы называем дети суверенитета. Это те люди, которые сейчас вышли на авосцену, и в какой-то мере они тоже диктуют повестку дня. Это городские, в первую очередь, татары, которые легко переходят с татарского на русский язык. Сейчас татарский язык — это два часа в школе, и то это называется родной язык. То есть люди могут, ученики школы могут выбирать или русский язык, могут выбирать и литературу, или татарский язык, и литературу. То есть это решение было принято. Например, в данный момент что происходит? Те люди, которые даже раньше предпочитали говорить на русском языке, они стали постепенно переходить на татарский язык. На каких-то собраниях или мероприятиях уже люди, которые приходят, они требуют, чтобы говорили на татарском языке. Если вопрос касается повестки, касается татарской культуры или татарского языка и так далее. То есть начали делать замечания уже. Татары делают замечания татарам, чтобы разговаривать татарском языке. Различные программы появились, в том числе и государственные программы местные, локальные, на поддержку языка и культуры, которые были, но они формально выполнялись. А сейчас это все очень активизировалось. Например, вот в период празднования 100-летия Башкирской республики, которое недавно произошло в Уфе, президент Мениханов поздравил народ Башкирстана на татарском языке. И после того, как глава Удмуртии сделал ему замечание, ну не шутливое замечание, конечно, это шутка, что мы ничего не поняли, конечно, мы вас поддержим, Рустан Ургалевич. И он сказал, надо немного знать татарский язык второй нации в Российской Федерации. Это было воспринято как шутка, ну, в большом счете, это вот такая оговорка по Фрейду. Я, например, наблюдал, когда у меня вот появились дети, часто приходилось посещать больницы, роддома, и женщины, которые, девушки, которые там находились с своими детьми и которые уже не разговаривают о татарском языке, они все равно старались хотя бы своих детей называть татарским именем, обращаться к Кызым или Улам, то есть к своему сыну или к дочери, хотя бы одно слово они старались использовать. То есть вот такие моменты, этапные моменты жизни человека, всегда рост самосознания происходит, интерес к моим корням. Это как поддержка для настоящего, это опора для настоящего, воспринимаясь людьми.